Это особая форма для заливки бетона, которая сильно упрощает процесс создания стен. А это особый инструмент, который упрощает скрепление металлической арматуры и экономит уйму времени и сил. В этом видео я покажу вам лайфхаки и изобретения для строителей, которые значительно облегчают их труд. Приятного просмотра! Гидропосев газона Вы только посмотрите на это залипательное видео. На нём работник при помощи специальной водяной пушки сажает газон. Технология гидропосева газона очень простая. Семена смешиваются с водой, а после просто выливаются на необходимое место. Но эти ребята ещё сильнее упростили себе жизнь. Они прикрепили специальную пушку на автомобиль, из-за чего всего за несколько минут они могут засеять огромные площади. Лесной дом из стретч-плёнки А на этом видео показано, как можно всего из нескольких рулонов стретч-плёнки сделать уютный лесной домик, который не только защитит вас от насекомых, но и от дождя со снегом. Всё, что вам нужно, это найти место, где будут расти несколько прочных деревьев. На них нужно избавиться от острых сучков, которые могут повредить вашу плёнку, и просто обмотать стретчем деревья по периметру. Жалеть при этом плёнку точно не стоит. Далее получившиеся бортики нужно свернуть в канаты, чтобы увеличить их прочность. Повторяем похожие процедуры для создания периметра потолка, а затем делаем пол и крышу. Стены следует делать в последнюю очередь. И всё, ваш лесной домик готов. На его строительство понадобится не более 10 минут. Только будьте внимательны, в таком помещении быстро повышается температура на солнце. А ещё может возникнуть проблема с циркуляцией воздуха. Так что заранее продумайте этот вопрос. А если вы хотите построить капитальное сооружение в кратчайшие сроки, то вам точно нужно обратить внимание на производственное объединение «Система». Компания занимается быстровозводимыми модульными зданиями. По вашему желанию вам могут спроектировать, изготовить, доставить и установить постройку любых размеров. Маленький дачный домик или огромное складское помещение – всё это компания сможет сделать. А на выбор предлагаются самые разные модули, начиная от офисных блоков и заканчивая сложными техническими сооружениями. Компания использует в работе свои собственные наработки и патенты, за счёт чего достигается самое высокое качество. Подробнее о ПО-системе вы можете узнать по ссылке в описании. Ремонт клеем и семечками В последнее время в интернете завирусились видео, как можно починить всё, что угодно при помощи суперклея и быстро завариваемой лапши. Но этот персонаж пошёл намного дальше. Он использует семечки и овощи, чтобы заделывать дыры в своих дверях. Вообще технология очень простая. Смысл в том, что в отверстие помещается объект, примерно равный по площади. После чего его там склеивают специальным материалом, штукатурят и красят. Таким образом можно скрыть следы чего угодно. Например, как автор этого видео заделать дыры в дверях. А можно даже сделать кузовной ремонт автомобиля. А то, какие изощрённые продукты использовать, зависит только от вашей фантазии. Очень ленивые и умные рабочие А эти ребята настолько умные и одновременно ленивые, что специально расположили свой грузовик под наклоном. Им достаточно всего лишь малейшего воздействия на фрукты, чтобы они сразу огромным скопом покатились наружу, где их сразу же можно упаковывать в контейнеры. Просто гениально! Пылесос не нужен Зачем покупать дорогостоящую дрель или корячиться с установкой пылесоса, когда можно воспользоваться этим лайфхаком? На видео рабочий придумал специальную приспособу из самой обыкновенной бутылки. Достаточно отрезать дно бутылки, а после проделать отверстие в крышке под сверло. Вся конструкция с легкостью надевается на дрель и позволяет собирать всю пыль, которая образуется в результате сверления. Больше не нужно тратить десятки часов на уборку пыльного помещения и тратить огромные средства на покупку дорогостоящего оборудования. Усиление для провода Если вы столкнулись с проблемой многожильных проводов в вашем доме, которые ужасно крепятся в щитке, этот лайфхак точно для вас. Существуют специальные гильзы, которыми можно легко обжать провода. Правда, они не всегда под рукой. На видео работник показывает, как выйти из этой ситуации. Нужно всего лишь взять одножильный провод, сделать из него пластинку и обернуть вокруг нескольких жил. И всё. Теперь ваш провод будет отлично держаться в щитке. Крепление в гипсокартон А ещё не обязательно тратить уйму денег на специальный крепёж для гипсокартона. Если вам нужно закрепить что-то очень лёгкое, например, пластмассовые трубы, то этот лайфхак точно для вас. Всё, что нам потребуется – пластиковая стяжка и какая-нибудь щепка. В деревяшке нужно сделать отверстие, куда мы просовываем стяжку. После всю эту конструкцию засовываем в гипсокартон и уже стяжкой закрепляем то, что было нужно. Ручки для переноса блоков А этот рабочий точно имеет инженерное образование. Вы только посмотрите, какой инструмент он изобрёл. Это специальные ручки, с помощью которых можно с лёгкостью переносить тяжёлые бетонные блоки. Всё, что нужно для самодельного инструмента – металлические уголки, которые нужно закрепить особым образом. Всего 5 минут, а ваша спина и руки скажут вам огромное спасибо. Лайфхак для маляра. А здесь рабочий придумал, как легко сэкономить краску и оставить после себя чистоту при помощи простой резинки и двух саморезов. Режем мешки с цементом. Некоторые рабочие давно используют лайфхаки, которые сильно облегчают жизнь. На этом видео показано, как легко вскрыть мешок с цементом так, чтобы ваша спина не болела ещё месяц после работы. Как подстричь газон. А тут умный и в то же время ленивый работник придумал, как ему подстричь газон, не прилагая никаких усилий. Всё, что требуется для этого лайфхака – прочная верёвка или трос и прочный кол. Не проливаем краску. Ещё один лайфхак для работы с краской, который точно поможет. Всё, что для него потребуется – малярный скотч. Нужно закрепить его в особом положении так, чтобы получился своеобразный носик, по которому краска с лёгкостью стекает в нужную нам ёмкость. Красивая укладка кабеля. На этом видео показано, как работают настоящие профессионалы, когда у них под рукой нет материалов. Чтобы сделать качественный кабель-менеджмент, достаточно самых обычных пластиковых стяжек. Сначала берём пучок проводов, связываем его одной стяжкой, а затем отделяем каждый из проводов своими хомутами прямо как на видео. Вакуумные присоски для плитки. Но иногда без хорошего и дорогого инструмента не обойтись от слова совсем. На этом видео рабочие показывают, зачем всё-таки нужны вакуумные присоски для керамогранитной плитки. Вы только посмотрите на её размеры. Установить такую плитку ровно и без инструмента было бы просто невозможно. А эти ребята справляются в два счёта. А вообще, такие присоски можно изготовить и самостоятельно. Правда, этот процесс не из самых простых. Так что самым лучшим вариантом будет использование заводских изделий. Стоимость присосок на рынке очень высокая. А выдерживать они могут просто колоссальные нагрузки. Это позволяет мастерам с лёгкостью устанавливать плитку даже в самые труднодоступные места. Например, как на этом видео. Предварительно эту керамогранитную плитку вырезали формой под лестницу. А уже после этого принялись устанавливать. Стяжка-арматура. А этот инструмент облегчит жизнь любому строителю. Это специальный пистолет для связки арматуры между собой. Всего одним нажатием металлические прутья прочно скрепляются между собой. Без такого инструмента рабочим пришлось бы корячиться, скрепляя арматуру стяжками или прутками. А этот работник просто гений. Он прикрепил к пистолету специальное приспособление, которое удлиняет его руки. Теперь ему и вовсе не нужно наклоняться, чтобы скрепить арматуру. Это просто шедеврально. Если вы всё-таки решитесь приобрести себе такой инструмент, то вот вам важный совет. Лучше всего для таких работ брать аккумуляторный инструмент. Дело всё в том, что провод, который будет торчать от вашего пистолета, может легко запутаться в арматуре. Да и не всегда им удобно пользоваться. Точильник для инструмента. При помощи этого приспособления вы сможете самостоятельно затачивать круги для циркулярной пилы, сверла по металлу и дереву, да и много других вещей. Всё, что вам потребуется для изготовления этого инструмента – несколько кусков дерева, направляющий и крепёж для болгарки. Точной схемы изготовления приспособления на видео не показано, но это даёт возможность пораскинуть мозгами. Единственный мой совет – постарайтесь грамотно продумать крепление для болгарки, чтобы оно не выскочило и не покалечило вас. Отрезной станок по металлу. Автор этого видео, похоже, родился с золотыми руками. На ролике он показывает, какой он изготовил станок для резки металла, а также показывает принцип его устройства. Вообще, отрезной станок по металлу очень серьёзно упрощает жизнь строителям. Чтобы сделать ровный распил профиля, больше не потребуется долго и упорно работать болгаркой. Достаточно всего лишь одного разреза. Отрезной станок также позволяет создавать идеально ровные углы в 45 и 90 градусов, а некоторые дорогие варианты имеют ещё более тонкую настройку. Подобное изобретение просто незаменимо в любой мастерской. Лёгкая отделка стен. А эти рабочие, наверное, боготворят своё начальство за то, что оно приобрело такой инструмент. Это специальный мощный насос, который предназначен для беспрерывной перекачки вязких растворов. Он образует огромное давление, что позволяет буквально выстреливать бетоном из шланга. С этим инструментом рабочие буквально за один день могут выполнить черновую отделку стен всего дома. Вы только посмотрите, с какой лёгкостью строитель наносит бетонный раствор на стены. Всё, что остаётся после нанесения – выровнять поверхность. Сделать это также очень просто при помощи широкого строительного алюминиевого правила. Вам может показаться, что прочищать всю систему насоса и шлангов от раствора очень трудно. Но на самом деле это не так. Он очень просто очищается от наполнителя. А обслуживание и вовсе почти не требует. Это ли не чудо? Формы для заливки бетона Вам может показаться, что на видео какой-то очень странный пенопластовый дом. Но на самом деле это специальные формы для заливки бетонных стен. Они позволяют сформировать идеально ровную поверхность в самые кратчайшие сроки. Специальные пенопластовые модули скрепляются между собой обычной монтажной пеной. Внутрь них укладывается арматура, которую после заливают бетонной смесью. Такая разработка позволяет существенно снизить углеродные выбросы от автомобилей, так как доставить подобные пенопластовые блоки можно всего на одной машине, а их вес буквально ничтожен. Все, что требуется строителям – подготовить все для заливки бетона, а после вызвать бетономешалку, при помощи которой всего за один раз можно изготовить все стены в доме. Материал обладает отличной гидроизоляцией, так что переживать о том, что цементная смесь вытечет, не стоит. Главное – это выполнить качественный крепеж пенопластовых блоков между собой. Никакого цемента. А вы знали, что уже давно многие строители при укладке блоков и кирпичей не используют цементные смеси? На самом деле на рынке длительное время продается специальная монтажная пена, которая с легкостью заменяет привычный нам бетон. Больше не нужно носить эти тяжелые мешки. Больше не будет никакой пыли. Все, что нужно – небольшой баллончик и специальный пистолет. Монтажная пена – отличный скрепляющий материал, который ничем не уступает бетону. Передовой утеплитель. Не так давно на рынке был представлен новый утеплитель, который значительно облегчает жизнь любому строителю. Хайбрис, так он называется, имеет сотовую структуру и несколько слоев изоляции. По своей структуре он напоминает пчелиный улей. Состоит новейший утеплитель из самых привычных нам материалов – специального поролона и фольги. Хайбрис очень легкий. Его сможет установить даже ребенок. А разрезать его под нужные размеры можно при помощи самой обычной ножовки или даже кухонного ножа. Теплоизоляционные свойства этого материала – на высоте. Он с легкостью заменит привычную минеральную вату и поролон. Еще одно преимущество материала – он полностью не горюч, что делает его еще более интересным. Единственная проблема, которая может вас оттолкнуть – это цена нового изобретения. Пока на рынке не так много производителей, которые предлагают этот материал. Так что стоит он достаточно дорого. Распиловочный станок. А этот изобретатель создал своими руками один из самых сложных и полезных инструментов настройки. Распиловочный станок пригодится в любой мастерской. И вы только посмотрите, как легко и просто управился с его созданием простой парень. Все, что он использовал – небольшой кусок фанеры, деревянные брусья для каркаса, болгарку и домкрат. При помощи дерева и фанеры изобретатель создал будущий каркас станка. Из домкрата смастерил механизм подъема пилы, а болгарку со специальным диском по дереву просто зажал между двумя листами фанеры. И все, его станок готов. Кажется, на его создание потребуется минут 30 от силы. При помощи распиловочного станка можно с легкостью пилить самые длинные доски. Еще можно сделать специальный упор, с помощью которых можно задавать сложные формы изделию или выпиливать ровные углы. В общем, настройке в мастерской этот инструмент точно пригодится. Станок для гибки металлопрофиля А на этом видео представлен станок от еще одного обычного рабочего. Он из подручных материалов собрал изобретения для гибки металлических профилей. Использовать его можно в самых разных целях. Например, для создания самых сложных форм металлопрофиля для мебельного производства. Для изготовления мастеру потребовались лишь металлолом и прочные подшипники. Профиль кладется на два колеса, а сверху прижимается третьим, которое и создает нужное давление. Под тяжестью домкрата, который и давит третьим колесом, металл начинает изгибаться, принимая выгнутую форму. Подобные станки стоят просто огромных денег. И самое удивительное то, что простой работяга смог собрать его из металлолома. Это были самые интересные изобретения и лайфхаки строителей. Спасибо за просмотр!